Вот так, к сожалению, тупо жирафо-рошеновский электорат, который подпирал, как жердями падающий забор гнилой коррупции Порошенко, подпирал чем? Подвигом ОУН-УПА, подвигом националистов, которые, не жалея крови своей, бороли за незалежность нынки. И теперь из-за этой коррупции и тупо жирафного электората Рошеновского, который должен был за Кошуленского, при нами, проголосовать, пришел к власти Зеленский с его командой секс-пистолсов, скорее секс-пистоновцев, которые теперь оскверняют, плюют, растаптывают, ветровича угрожают, говорят, что им наплевать на вас, Бандера, мы-то вас закопаем, мы тут великий совок, нахрен. Но эти животные тупые, они через свое вот это секс-пистонство, тупейшее, бабло и секс-пистонство, больше ничего в голове нет. Они же даже противоречат своей же логике, что они что, эти бабки, это свое секс-пистонство, нарушение на том же, заработали где? В независимой Украине. Ну, а если бы здесь была бы СССР или Моторолия, Захаровщина или Гирковщина, то где бы они были? Они были бы со своим бизнесом, ну, минимум как на подвале. Или в Канаве, расстрелянными нахрен лежали со своими бы семейками, как это проделывает и проделывали боевики на Донбассе. А тут они в Верховной Раде и поливают дерьмом все национальное. Говорят, что это говно, это бандеры, там, то и все. То есть, живя в независимой Украине, незалежной, той, которой своей кровью ООН УПА и националисты сдобыли, они теперь все это поносят, то чего эти гниды вонючие заслуживают? Судьбы, естественно, гнид и предателей должна постичь этих козлов, которые вот такое гонят. Такое гонят, что даже уже реганалы, которые в первые дни после Майдана вообще сдрыпнули в Россию, а потом вернулись, оказывается, здесь то лучше, то есть даже это не доходит до этих секс-пистолов, секс-пистонщиков. То, что до этих тупых гнид, вонючих имбецилов не доходит, что были бы они в советской Украине, были бы они в путиновской Украине, будь в какой Украине, кроме незалежной, независимой, они бы никогда бы, не то что там в парламент эти шапки не попали бы, они вообще бы никуда не попали, это просто были бы вонючие шестерки, шапки каких-то криминальных группировок, естественно, российских там, соусов, еще каких-то, на больше бы им судьба чаморошным не светила бы, потому что чаморы могут быть только шестерками сранными, а они приходят в этот, блин, в парламент. Шныри сраные, благодаря вот этому Броновскому, Рошеновскому 20-процентному шизойному электорату, пришли в парламент представить себе просто такое в Украине независимое, ну невозможно. За ту Украину, за которую отдали, за идею независимости отдали кровь свою столько повстанцев украинских. А они, эти гниды, будучи в этой Украине независимой, в парламенте уже обсирают эту идею. Ну не чмыри, ну парашники, вонючие шныри, паскудные, блин. Даже в нормальных преступных группировках вместо таких козлов только в отхожем месте. А они поносят здесь и, блин, всем молчать, никому ничего не надо, блин. Короче, и сами бы повстанцы, националисты, уповцы в кенгирских концентрационных лагерях, там где их давили танками коммуняки, да и сам Лаврентий Берий Павлович бы не поверил бы, и они там между собой просто офигели бы до того, до чего дойдет на 30-м почти году жизни допрет независимая Украина, что одни будут барыжничать на армии, на территориях, сдавая ее оккупантам, кидая тысячи и сотни бойцов в эти котлы. А потом другие секс-пистоны, секс-пистолсы, будут приходить к власти и поносить тех самых же постанцев, которые сдобыли им эту незалежность, независимость, при которой они сейчас сидят с рылами, паскудными гнидами в парламенте и поносят этих повстанцев, которые жизни, крови не жалели, отдавали, которых Деголь пышался и другие. Это какими быть нужно паскудами, гондонами, потому что их никто не карает, этих мразей. Уже как 30 лет никто не карает, вот потому они и такие, и такая Украина вся будет, с такой самой биомасой, потому что все вот так. Тобто там на небе украинские повстанцы могут целковато логично заперечить Лаврентию в этом Берии, сказать, что ты что, имбецил, мы-то понимаем, что ты вообще не славянских, не христианских кровей, живодер, недоразвитый. Повбивав, скатував стики миллионов украинцев, славян, взагалі, христиан. Навіщо это было делать, когда распався, развалился этот долбанный ваш совок советский? Через вашу же систему развалился деревянную, тупую, крадежничную, через вашу портократию сраною, воровскую. Так, целковато логично скажу, так, что мы имеем, то мы имеем. Але вы побачите, что зараз у вас в Украине, матеньки, ваша незалежная уже творится. Як вы распродаєте земли свои, как вы их распродаете, вот так вот транжирите. И тоже кому? Украинцам? Да нет. Все это через подставные фирмы, через тупых лохов, которые там где-то зарегистрированы. Но капитал же не у этих лохов, естественно, тупых. Потом, посмотрите, повстанцы, как вас поносят в Верховной Раде на 30-й год незалежности. Значит, что-то не так или с незалежностью вашей, с режимом, то ли с людьми. Потому что, блин, повстанцы скажут, ну, все ж писавок, пострадянские люди, что их нужно перевиховывать, перевоспитывать. Так, вернее, я тоже могу сказать, ну, пробачьте. То, что за 30 років не перевоспиталась, не перевиховалась, то это уже тяжкий, тяжелый клиника. Психология, тяжелые случаи. Это уже, блин, жирафность до такой степени в этих людях, что это, наверное, уже и не поддается перевоспитанию. Два Майдана прошло. Один кровавый. Война. И все равно. No reactions. Два Майдана прошло.